В этом видео хочу поговорить про виды бесечего контента в шорцах. Наступила весна и наконец-то пора сменить пуховики на что-то более лёгкое. Оставаться стильными в любой сезон поможет сайт Всемайки. Поэтому именно здесь я заказал себе классную демисезонную куртку с принтом по аниме One Piece. Тут как такового объяснения нет, мне просто понравился дизайн. Принт яркий по всей поверхности, а сама куртка очень удобная и функциональная. Внутри неё тёплый флисовый подклад. Карманы не только впереди, есть даже потайной карман. А если весенний ветер сильно задувает, можно затянуть и снизу, и капюшон. Зацените ещё принт на футболке. Всегда мечта выглядеть как Томми Версити. Да и в принципе мне всегда нравились принты Майами Бич. Понравились мои принты, с ними можно заказать другие вещи и не только одежду. А если вам не нужны принты, то просто закажите хлопковую одежду без принтов в специальном разделе. Всего на Всемайке более 150 тысяч принтов самых разных тематик. Кино, аниме, музыка, игры, мемы и многое другое. А с конструктором вы сможете создать свой авторский шмот. Сканируйте QR-код на экране или используйте ссылочку в описании, чтобы попасть на сайт Всемайке. А чтобы покупки были ещё более выгодными, используйте мой промокод MARAZM324 на скидку 10%. Он суммируется со всеми акциями на сайте. Те ребята, кто постарше и кто активно смотрел YouTube в 2018 году, прекрасно помнят вот эти вот тупорылые рекламы приложения Musical.ly. Где какой-нибудь соевый мальчик в ванильной внешности с башней на голове в вертикальном формате снимает свои танцульки под какую-то попсовую музычку. И на тот момент времени всем это казалось каким-то абсолютным кринжом и никто не видел в этом формате каких-то перспектив. Однако в 2019 году, когда уже полноценно появился TikTok и формат коротких видео стал прогрессировать, данный формат привлекает всё более и более массовую аудиторию. Причин этому несколько. Во-первых, в TikTok очень хорошо оптимизированы рекомендации, которые гораздо лучше, чем YouTube, заточены под то, чтобы ты проводил на этой площадке как можно больше своего времени. А во-вторых, из-за простоты в производстве данного контента, а также из-за простоты продвижения на этой площадке, стало появляться всё больше и больше авторов. А следовательно, вариативность контента увеличилась. Вы, наверное, не раз уже наблюдали, что TikTok работает как нарцотик. Зашёл туда один раз на 5 минут, позалипал на несколько интересных тебе роликов, и дальше ты уже просто не можешь оторваться. И, разумеется, после такого ошеломительного успеха TikTok, другие корпорации смекнули, что пора бы тоже внедрять формат коротких видео на своих площадках. Таким образом, с разными временными промежутками в запретграмме появился Reels, в ВК появились ВК-клипы, а на YouTube всем нам знакомые YouTube-шорты. Но так как у нас TikTok в России заблокирован, да, у меня есть на втором телефоне TikTok-мод, но чаще всего я пользуюсь iPhone, а чё-то сидеть, разбираться, как на iPhone скачать рабочий TikTok, уж извините, слишком много геморроя и не особо-то и нужно. Поэтому, если мне хочется позалипать на короткие видосики, я чаще всего открываю YouTube-шорты. Справедливости ради. Есть огромное количество авторов по шорцам, которых действительно интересно смотреть. Также ещё небольшое предупреждение. Я всегда говорил, что я никогда не критикую авторов исключительно за их контент. Потому что критиковать авторов за контент, который никому не вредит, но лично тебе он не нравится, это то же самое, что критиковать бизнесмена за его бизнес. Поэтому в этом ролике я буду обозревать именно бесячий лично меня, да и, я думаю, не только меня, контент в шорцах. Вообще, смотря YouTube-шорцы, сказать, что я в ахере от повальной деградации и, в принципе, контента на YouTube, это не сказать ничего. Возможно, сейчас это будет выглядеть, как ворчание старика, да и невозможно точно, но я прекрасно помню YouTube образца 13-го, 14-го, 15-го годов. На тот момент времени, если ты хотя бы минимально не умеешь снимать, не умеешь монтировать, да не умеешь хотя бы связанно говорить в микрофон, то перспективы на YouTube у тебя были так себе, а точнее их не было вовсе. Поэтому в те годы, если ты был шкалопедом с ломающимся голосом, то максимум, что у тебя могло получиться, это... Всем привет, вы на канале Форайз. Ну, или же... Всем привет, сегодня мы будем бегать по городу за какого-то одрича. Подпишись, а твоя мама не умрёт. И такой контент не то, что не котировался, а в принципе воспринимался как какой-то мега-кринж. То сейчас с появлением хороших нейросетей, которые могут озвучить твой текст любым голосом, с появлением монтажных программ на смартфонах типа Капката, ну и конечно же с появлением YouTube шортов, куда можно загружать какие-нибудь коротенькие динамичные ролики, у каждого школьника появился шанс с минимальными усилиями набирать просмотры на своём творчестве. Так и расплодилось огромное количество низкокачественных обезличенных каналов, которые при этом всём набирают неплохие просмотры. Причём, ладно, если ты стесняешься своего голоса или у тебя нет нормального микрофона, но при этом ты с помощью нейросетей выдаёшь действительно авторский интересный контент, это одно. Такой контент даже я иногда посматриваю. Но ведь большинство подобных обезличенных каналов это просто-напросто паразиты, по-другому я их назвать не могу, которые воруют какие-то завирусившиеся ролики из ТикТока, какой-нибудь дефолтной говорилкой накладывают сверху, что в этом ролике происходит, добавляют какие-то динамичные титры в Капкате, и даже умудряются набирать на этом просмотра. Я думаю, вы понимаете, о каком контенте я говорю. Да-да-да, на такие ролики, я уверен, вы натыкались уже не раз. Когда чувак просто скачивает завирусившийся в ТикТоке ролик, где даже аутисту понятно, что в этом видео происходит, максимально дефолтной говорилкой накладывает поверх объяснения для даунов, конечно же добавляет динамичные титры, чтобы школьнички удерживали своё внимание, на фон подставляет музычку, под которую даже срущенный сорок будет выглядеть эпично, и вот тебе, пожалуйста, профит. Этот гений придумал бесконечный денежный доход. Он привязывает нитку к крышке пластиковой бутылки, затем опускает её в автомат по приёму пластика. Да ладно, а сами мы не видим, что здесь происходит. Нам нужно объяснение даунской говорилкой. Вы только посмотрите на этого парня. Он увидел в канализационных трубах что-то очень удивительно странное. Это какашки. А, ну и забыл, конечно, самое главное. В таких обезличенных шортсах мы с долей вероятности в 90% обязательно увидим в уголке логотипчик с рекламой нелегального казино, нелегальной букмекерской конторы и прочего мусора. Совсем недавно такие каналы могли себе позволить нехило шиковать. Ведь раньше они могли прописывать реферальные ссылки в закреплённых комментариях к этим шортсам. Для тех, кто в танке, объясняю. На ютубе по правилам запрещено рекламировать азартные игры букмекерки и другие лохотроны. Но многие идут на такую хитрость, как не произносить название рекламных проектов, а ссылку вместо описания оставлять в закрепе. Многие особо перестраховываются и просят прописать ссылки вообще рандомного юзера, чей коммент потом закрепляют. Но впоследствии ютуб понял, какой в их канале это привело именно в формате шортсов, так как таких обезличенных шортс-каналов, которые создаются пачками, просто масса. Поэтому запретил в комментариях под шортсами оставлять ссылки в принципе. После чего доходы шортс-паразитов немного допоубавились. Но всё равно различного рода нелегальные букмекерские конторы, онлайн-казино, продолжили закупать у них рекламу просто за мелькающий логотипчик, который действует как нативка. Я как бы должен уточнить, я сам не осуждаю рекламу различного рода лохотронов. Но я не представляю, какую наглость нужно иметь, чтобы мало того, что просто паразитировать на чужом контенте, прикладывая к этому минимум усилий, да ещё и пихать туда рекламу нелегальных казино, букмекерских контор и прочего мусора. Причём я сейчас даже поясню, в чём разница между обзором на чужой контент и вырастом чужого контента. Для этого приведу в пример вот такой шортс. Здесь пацан действительно делает обзор на какой-то завирусившийся ролик в ТикТоке и подробно рассказывает предысторию этого видоса, то есть то, что для других не очевидно. Можно даже сказать, разоблачает миф. И это действительно является авторским контентом. Но когда ты просто в наглую скачиваешь чужой видос и нейросетью озвучиваешь, что на этом видео происходит, что, повторюсь, и так понятно любому дегенерату, то лично для меня это является ничем иным, как именно что наглым воровством контента. А тем более, когда ты туда ещё и пихаешь рекламу лохотронов. И тут у меня, конечно, ещё больше вопросов к Ютубу. Почему мне за разоблачение одной известной букмекерской конторы Ютуб кидает Страйк? Знаете, по какой причине реклама азартных игр? Потому что, видите ли, я там посмел подсветить логотипчик и произнести название этой букмекерки. И вообще не парит то, что это всё было в разоблачающем контексте. Страйк этот, правда, у меня потом получилось отбить через партнёрку, но всё равно нервы мне это помотало знатно. Но при этом всякие шортс-каналы, которые в открытую светят логотипами нелегальных букмекерских контор, прошу заметить, с надписями «Заходи и выигрывай по моему промокоду» на Ютубе не то, что спокойно существует, так ещё и продвигаются. Но есть ведь всякие уникумы, которые пошли и куда дальше. Которые просто находят какой-то популярный ролик в ТикТоке или Ютуб-шортсах, какой-то мем, чтобы сделать, который они палец о палец не ударили, и просто в наглую заливают его на Ютуб. Хорошо, если вставив в углу экрана своё лицо, которое в течение всего видоса просто молчит, и гораздо хуже, если какую-то просто картинку, чтобы не попасть под авторское право. Ну, точнее, если правообладатель кинет страйк, то под авторское право они всё-таки допопадут, но понятно, что никому этим нахрен не нужно заниматься. И как вы думаете? Конечно же, как обычно, вставляют туда рекламные плашки с нелегальными букмекерками и казино. На самом деле, ведётся очень много споров, являются ли реакции воровством контента. Я считаю так, контент по реакциям, он прикольный и он имеет место быть. Например, я довольно часто смотрю реакции на себя от каких-то стримеров, от каких-то каналов типа Вандау или Реборн Проджект, и к такому контенту я не имею абсолютно никаких претензий. Так как если ты снимаешь реакцию, но параллельно с этим указываешь авторство, высказываешь своё мнение, может быть, даже споришь с оригинальным автором, то такое вполне себе имеет место быть. Но когда ты просто набираешь просмотры на чужих видосах, а своё лицо вставляешь куда-то в угол, чтобы обойти правила Ютуба об авторском праве, то это, по моему мнению, не что иное, как воровство. Либо так же, чтобы обойти правила Ютуба, вставляют оригинальный видос где-то в уголке, а на основную часть экрана размещают какой-то записанный геймплей с тупорылой и залипательной игрой. То, что я озвучил сейчас, а особенно второе, это был действительно не самый добросовестный контент, с которым Ютубу нужно бороться. Теперь в двух словах расскажу о том, что бесит в шортсах лично меня. То есть дальше начинается уже прям имховщина. Первое, что меня прям люто бесит, это спидраны. Спидран по ТикТоку. Поехали. Спидран по ТикТоку, спидран по Ютуб шортсам. И причем все они, как под копирку, озвучены одной и той же нейросетью. Спидран по ТикТоку. Поехали. Вы не представляете, насколько мне уже тошнит от этого голоса. И чаще всего еще в начале таких роликов для удержания аудитории используется скачанный видос из ТикТока с намеком на 18+. Но так как в последнее время Ютуб за это начал бщить, походу, то подобное я стал видеть гораздо реже. Но все равно, хоть этот контент никому и не вредит, но меня он прям дико вымораживает тем, что он стал настолько массовым. Следующий тип бесячего для меня контента — это тупорылые баянистые анекдоты, озвученные нейросетями. Раньше я натыкался на анекдоты в ТикТоке, но их рассказывал какой-то блогер или стример своим голосом, а на фон ставил геймплей из игры. И когда я слушал эти анекдоты с живыми эмоциями человека, это было действительно смешно и интересно. Но как у нас делается контент по анекдотам в шортсах? Какие-то максимально баянистые анекдоты заливаются в Телеграм-канал автора этих шортсов, и затем он просто постепенно показывает скриншоты своего Телеграм-канала, озвучивает текст какими-то всех уже вымораживающими голосами из нейросетей, а на фон вставляет чужие залипательные ролики для того, чтобы сохранить удержание. На уроке химии учительница спрашивает. Машенька, раствор какого цвета у тебя получился? Ну и последний тип бесячего контента — это, конечно же, вырезки из фильмов, которые всегда обрываются на самом интересном моменте. Допустим, начинается какая-то разборка, участники конфликта друг друга оскорбляют и подначивают, и как только начинается уже вот-вот момент драки, тут же этот шортс обрывается. Я думаю, понятно, для чего это сделано, потому что какую-то жестокую драку может не пропустить Ютуб. Хотя если там творится не прям уж какая-то расчлененка, то спокойно Ютуб драки из фильмов пропускает и больше, вам скажу, даже монетизирует. Потому что сцены жестокости из художественных произведений, только если они не относятся к детям, не попадают под правила Ютуба и не получают никаких ограничений. И знаете, это тот момент, когда я благодарен Ютубу за то, что там есть такая штука, как авторское право. Потому что все же мы помним, как в ТикТоке мы натыкались на вырезки из каких-то фильмов, разумеется, хотели узнать название этих фильмов, и под данными ТикТоками видели только один закрепленный комментарий. Название фильма в шапке профиля, переходи в мой Телеграм-канал, код фильма 1498. Если ты так делаешь, то знаешь, что для тебя в аду приготовлен отдельный котел, только вместо вилл в руках у чертей будет немного другой продолговатый предмет, то на Ютубе по правилам ты не можешь использовать какие-то фрагменты из фильмов больше 10 секунд, если ты не указываешь авторство. Поэтому на всякий случай авторам таких шортсов, ну по крайней мере большинству, все-таки приходится прописывать названия фильмов или сериалов, которые они в этих шортсах используют. Но все равно, твари, перестаньте прерывать вырезки из фильмов на самых интересных моментах. В целом, что тут хочу сказать по итогу. С появлением шортса в контент на Ютубе знатно деградировало, это факт. На данный момент появляется все больше и больше каких-то абсолютно обезличенных авторов, которые пользуются какими-то нейросетями для того, чтобы создать свои видосы, воруют чужой контент, пихают рекламу лохотронов, и при этом не несут никакой медийной за это ответственности. Потому что, опять же, повторюсь, они полностью обезличены. Но так или иначе, такой контент людям нравится, люди его смотрят, и Ютуб будет дальше пихать его в рекомендации. И, к сожалению, так или иначе, эту тенденцию мы будем наблюдать. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео.